здравствуйте уважаемые здравствуйте здравствуйте не пугайтесь чего а вот сюда даже так ничего себе господи боже мой что происходит здорово ребят бледнолицей господи боже ну да да есть немного здравствуйте уважаемые дорога чатика на экране не будет не на экране не будет я буду на него смотреть там такой интерфейс что там такой интерфейс что чатик никак никак всем привет сегодня игра гений тактики ох уж это это перебята это первый опыт в моей жизни потому что это ну как бы не совсем первый опыт по сути но по сути первый опыт это когда мне просто со мной связалась организация организация и вуаля я теперь просто ну вообще элита дорога зло и такие санек нам нужна твоя помощь в раскрутке продукта я такой господи боже мой ничего себе я сам я сам вы обратились ко мне я такой на и такие да санек настало время когда не ты идешь к нам а мы идем к тебе при сашка привет рад видеть тебя здравствуйте ребят смотрите немного по поводу ой сейчас подождите тут кто-то тут это так так короче собственно музыка будет сейчас я ребят тут последние последние переговорные темы музыка будет если хотим хотим будем делать конечно же у меня обычный я кстати могу сделать этот сейчас секунду данный шиналер я сделал тогда еще данный шиналер тогда выпущу 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 почему нет если вы все равно хотите почему почему нет так саша привет все круто но пока ничего не понятно потому что пока еще ничего не начало ничего происходить сейчас мы пока на последнее последние настройки делаем сейчас секунду Kawuccio конциль сейчас все начнется уважаемого вы пока много г-трансляция по хс а там к сожалению нету название добавить CLR браузер Donalert там к сожалению нету просто этой там короче просто нету этой игры понимаешь, а они говорят, а включи пожалуйста нам какую-то игру, нам очень важно, чтобы ты включил какую-то игру, ну очень толково просто не знать какой-то игры и сказать в какую игру я буду играть ну в общем у меня гуртит очень дико от этого, конечно же я должен был типа сам догадаться но типа им написать заранее, все сделать, все организовать так значит немного предисловия по поводу игрушки игрушка как бы пошаговая пошаговая, но проблема в том, что менеджмент хода делается одновременно я в нее уже поиграл, конечно же что думаешь про синематик лотов, мне очень понравился очень понравился, очень шикарный я вообще в восторге я, ну я как бы я обожаю все эти супер эпические супер эпические мультики и этот супер эпический мультик тоже был супер эпическим мультиком короче я просто в восторге в нереальном вот хапа здоров, я просидел 3 месяца в бане у тебя ты меня туда просто так добавил не хочешь высказаться? нет, нет не хочу я вряд ли, я не добавляю никого на 3 месяца в бан я выдал пару пермачей они особо обжалованию не подлежат вот здорово, бот и выбил пару 10-минутных вот такие дела 3 месяца вряд ли, вряд ли, вряд ли может быть кто-то тебя пощадил здорово, я снова на пару дней с тобой ей здорово, Максимус сегодня можешь со мной поиграть в гения в тактике вот короче, на самом деле на первый взгляд, на первый взгляд вы сейчас увидите игра еще находится в разработке вот но от этого кстати, сначала имейте ввиду сначала будет немного громковато приготовим мушки, уважаемые немного я вам, само собой, запущу вам обучение так это сразу сразу потише сразу в настройках ну пока пока у нас нет никакой музыки пущай будет пущай будет музыка гения в тактике ссылочку на игру ссылочку на игру ссылочку на игру да, она у меня кстати есть где-то щас так ээээ пак ладно, она на стиме на стиме гуглится как Tactical Genius это произведенная игра вне браузера? нет я могу как-то вот так вот просто через комьюнити короче, она гуглится как Tactical Genius а пиар уже работает ну, я даже не знаю, ребят вот вам, пожалуй, пожалуй пожалуйста, вот так вот просто изи катыш просто Tactical Genius сбивайте, она сейчас фтпшная потому что она на стадии разработки вот 5 онлайн да, вчера вечером было 14 я вчера уже даже свою первую катку сыграл и затащил одного так, ладно, изи обучение у меня уже 70 монет, ребят и рейтинг 1 представляете, я убиватор 3000 5 человек один из них, один со стрима а, кстати, да ребята, хотите со мной поиграть? отличный, отличный момент для того, чтобы это, собственно, сделать заходите в игру потихоньку подтягивайтесь мы сможем с вами поиграть почему так много онлайн игроков? игра свежая и находится в разработке понимаешь? немного вам по обучению я просто расскажу я уже, как бы, кое-что поделал скажу сразу я сыграл один раз в реальный рейтинговый матч в реальный рейтинговый матч и я там затащил на халяву потому что мой оппонент тупо пропустил столицу на деле на деле я там должен был умирать как бы все очень просто у каждого есть столица поле, как в героях знаете на гексаген это гексаген или гексан или короче на вот эти вот шестиугольники поделено короче, как вот если вы рисуете химическое соединение привет, братан подразумение здоровья 24 сегодня исполняется пишет привет, сикиман с днем рождения тебя вот по сути начало игры мне очень, кстати, она понравилась в этом плане старт игры старкрафтовский ну, точнее ранний старкрафтовский он простой и односложный ты можешь обучить по сути только одного юнита и начать им ходить по сути у всех ход начинается первый так обучаешь обучаешь солдата короче ну, важно смотреть вот на эту штуку поле мы пока не видим я вам чуть попозже объясню обучаешь солдата передаешь ход все очень просто потом солдатам вуаля начинаешь ходить выделил а мне сейчас ничего не дадут делать меня заставят меня заставят им ходить ходит каждый юнит на две клетки вот в зависимости от того какая у него инициатива это мы потом попозже хаба может в русский и химию пошел я качать игру и назирать тебе жопку давай, братан самое оно здесь блин, они мне диктуют куда идти черт негодяи по сути тут такая ситуация что количество вот это форты так вот это форты блин, мне не дают ничего изучать я хочу хочу шилдбэш между прочим не дают черт ничего не дают не делать никакой о вот так вот ничего себе это ж цива я не играл в циву к левчанским ему засаданули и все мы его сейчас будем дальше убивать поскольку это была супер способна ну точнее супер обилка типа заману видите у меня здесь заману делается я короче нифига я просто продолжаю мутузить и все уже жду обновления игры жхапа жди меня ну и поскольку я короче он лучник а я солдат я его в принципе достаточно просто уматываю потому что у него кстати у меня второй левел есть но мне его не дают качать вообще кстати у меня обилка игру поменяю не могу поменять игру потому что у них нету другой 20 онлайн так ребята мы поднимаем поднимаем рейтинг игры блин он еще здоров блин непонятно почему на самом деле на самом деле в реале вот когда я начал играть с чуваком лучники в замках короче стояли будь здоров вообще конечно лучше всего наверное солдатам в замке стоять ну или магам я не знаю хрен хрен тут проходишь по проходишь по крепости крепости начинается захват так я могу куда нибудь уйти да пошли отсюда так что иди туда нет не хочет туда идти а это гора поэтому мне надо обойти гору о ты сейчас игру положишь своим онлайном блин чувак отпусти мне камеру они мне пока в обучашке не дают возможность камеру отпустить отчего я очень сильно печалюсь а подожди вот это нормальная тема пошли вот так вот захватываем города ну и что как поиграть с тобой подожди сейчас я обучашку покажу сейчас здесь просто прошел по замку он начинается захватывать замки по сути влияют на лимит то есть у меня сейчас количество юнитов создаются в фортах количество фортов для создания юнитов то есть у меня два форта я могу еще сделать одного одного вояку жамку обучить этого чувака жамку что он прошел сюда очень похоже на цивку если бы играл в цивку поймал по сути то же самое я не играл в цивку и сейчас короче я просто знаю уже что делать интересно кстати они что друг друга бить будут походу будут нет не будут вот наконец-то мне камеру разблогировали при помощи в асд ну и короче вот так вот примерно выглядит карта вот это вот это все достаточно изёво фишка в том чтобы захватить столицу оппонента проходишь по обычному форту по боевричному форту он по сути по сути собой являет плюс один лимита то есть как только ты захватил форт у тебя больше количества воинов может быть то есть по сути есть два варианта победы практически как в старкрафте ты либо оппонента задоминировал нет желания поиграть цивку я не ну я не играл просто в неё поэтому не могу сказать есть у меня желание или нет по сути здесь два варианта просто задавить оппонента тактически обыграв все форты фишка в том что как бы на фортах когда стоит юнит вот так вот вот так вот когда стоят юниты они они имеют бонусы они имеют поскольку они стоят тупят они имеют реген просто на пропуске хода имеют реген то есть его выбить очень тяжело вот этого воина например лучником как бы можно расстрелять но это будет просто займет всю жизнь по сути плюс ко всему воин может выходить там шарахать по лучнику и возвращаться вот вот такие пироги ну это короче вы увидите я просто уже разок поиграл в общем по сути два пути один ты в принципе доминируешь все точки второй ты захватываешь столицу вчера я играл первый раз против чувака который в принципе меня обыграл просто по полной но я правда построил там за игру просто солдата и лучника а потом чувак мне построил пироманта меня сжег но он правильные обилки использует паскуда он знал что делать камеру отдали да камера камера изи отдаляется конечно вот он знал негодяи что делать вот за это мне надрал жопку кстати туда лучше не идти потому что там короче форт это хорош а да 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 смотрите сейчас покажу штуку прикольную вот сейчас а если 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 на клетке лесок или гора то скорость на этой клетке уменьшается в два раза то есть например я видите наступаю на эту клетку толстую я не могу сделать второй ход потому что у меня весь ход тратится вот на эту штуку вот имейте ввиду это очень важно для перемещения по сути по сути перемещаться очень важно в этой катке шахматы с другой доской по правилам да кстати мне мне эта игра в первую очередь напомнила шахматы потому что она мне показалась совсем такой же начало игры ты просто занимаешь форты у тебя становится несколько действующих лиц и твоя задача как бы просто перепилотировать оппонента в некотором смысле другое дело что я еще пока до конца не осознал как там все уничтожается убивается так а если я а ну да все вот так вот у тебя кстати ничего нету да а я кстати мог шилдбаш изучить шилдбаш поприкольнее будет ты играл в игру кодекс войны эта игра очень ее напоминает нет не играл так здесь ага здесь все хорошо все по пути по пути делай клевчанский здесь тоже просто делай клевчанский и правая кнопка сюда то есть его задача вот эту кнопку выбить и все поскольку это будет удар обилкой удар обилкой мой враг мне не ответит но это как бы тренировочный вообще матч поэтому враг просто не ответит и когда делается просто атака сейчас вот этот видите делает супер удар поэтому ему ответки нет этот чувак сделает просто атаку поэтому ему ответка будет но к сожалению он уже просто убил ну и сейчас мне надо просто 7 ходов отстоять и вуаля я захватил целецу и краткий большой красавчик так игроков онлайн 31 когда хс хс завтра уважаемый помню у меня очень похоже настольная игра была короче теперь немного могу рассказать короче кстати у меня здесь еще есть улучшение куплено купить за сколько я могу купить цена монет цена покупки только первый юнит я могу тут у меня еще есть типа вампиры вампиры некроманты и убийцы я не знаю кого из них брать но у меня сейчас пока что 70 монет я может быть кого всех куплю потом или они будут стоить просто очень дорого ну не знаю короче монеты здесь набиваются они пока что не покупаются ну то есть игра игра на стадии разработки скорее всего она потом будет фтпшная ск2 10 ноября выходит надо кстати еще успеть сыграть так ладно игра 1 на 1 изначально дается покупка трех типов юнитов солдат солдат фаермак солдат фаермак и лучник вообще честно говоря мне больше всего понравился фаермак фаермак потому что он просто жесткий мы против кого играем не знаю как посмотреть адвокатус дэй адвокатус дэй против меня играет тут как бы старт как всегда простой инициатива инициатива очень сильна поэтому практически всегда надо начинать с обучения лучника практически всегда он просто первый ходит он будет если мы пойдем на один и тот же форт он первый его захватит поэтому я изучаю лучника и просто бегу сразу он изучил тоже лучника ну и по сути мы сейчас давайте прикинем у меня очень дерьмовая локация у меня очень дерьмовая локация с одной стороны на меня очень тяжело нападать с другой стороны вот эта зона это просто трындец. И, кстати, у него такая же, а мы почти зацеркаленная локация. У нас здесь есть проход в середине. Ну, тут понятное дело, я хожу вторым, потому что я красный. Это, кстати, большой минус. Пока что улучшать ничего не буду. Он, кстати, видите, вот этот звук? Это значит, что он уже че-то не видно, а его и не должно быть. А донат есть в игре? Нет, пока нету. Но, скорее всего, потом будет. Если игра в ФТП, значит, они должны будут на донате как-то выезжать. В лесу плюс защита идет. О, он стал, кстати, на горку. Это я на мой вкус стрёмно. Он, значит, смотрите, он будет ходить первым, он походит вот так вот. Да, через эту горку он не пройдет. Я-то, по сути... Ну, я пошел занимать правую часть карты. В этой штуке, если он полезет через лес, я просто на него забью и взайму вот эти штуки и буду уже столицу занимать. Вот. Задача будет просто свою столицу не профейлить, и все будет хорошо. Вот он стоит на пригорке. Интересно, у него штраф будет? Или если ты заканчиваешь на пригорке, то у тебя штрафа никакого нет. Да, если ты заканчиваешь на пригорке, штрафа у тебя никакого нет. Все очень просто. Захват идет, три хода, ничего экстраординарного. Скорее всего, лучником я буду брать разрывную стрелу. Это очень хорошая обилка, потому что позволяет позволяет наносить дамаг до того, как сам впишешься в замес. Так, лучник у меня походил. Да. Здорово, генитактик. Здорово, геркач. Вот. Ну, он решил пойти сюда, и это, на мой взгляд, вообще глупо, потому что... Ну, я, пожалуй... Я, пожалуй, давай стрелять. Интересно, он куда вообще хочет пойти? Улучшить. И он, в любом случае, как бы не может дойти ни до какого из городов. А я... Но он, если я уйду из этой крепости, он в нее может зайти. В принципе, он может такую наглость попытаться сделать? Не знаю, давайте тогда просто попробуем пострелять ему в ответочку. Я... Ну, почему нет, как бы? Скоро у меня здесь разродится какой-нибудь пирамант или солдат. Что он хочет делать? Да, он хочет в меня стрелять. Ничего, ничего экстременного. Он не обилкой, правда, стреляет. Я в него просто так стреляю. Ну, для меня это не страшно. Совершенно. Потом мы пойдем, наверное, через лес... Ну, да, у меня вариантов нет. Давайте я буду закупать здесь, чувака. Улучшить... Я тоже хочу огненную стрелу. Снайперский выстрел сильнейший выстрел по однокликанности 30%. Ничего себе, какая билка интересная. Да, я тоже хочу... Я тоже хочу огненную стрелу изучить. И давай пока суть до дела. Мы сюда стреляем огненной стрелой. Нифига себе, как она дамажит. Ну, ему меня не передамажить, потому что я в форте. Не сорянно то, что он потратил обилку. И он вообще просто ушел. А я сюда задамажил. И, кстати, в этот форт, в этот форт я приду первым. Нет, я не приду первым в этот форт. Он сделает сейчас один ход. Я приду вот в этот форт, в форт первым. Так, здесь я уже могу сделать обучение, да? Я особо не кривляюсь, я думаю. Ультр-магеддон, повреждающий всех. Урон 30. Урон 30, защита 5. Кстати, 85. Мне на самом деле воин нравится. Я еще пока не особо талантлив в эту игру катать. Он до этой штуки дойдет первым, но я, по сути, окажусь отрезанным. Но можно ли на это дело забить? Смотрите, каков гад. Здорово, форсир. Ты гений тактики. Не особо, но он как бы через лес он быстро пройдет. Захват один ход. И у него, по сути, сейчас в его юрисдикции только вот эту штуку, то есть он сейчас в ней и будет хватать. Поскольку у меня лучник дамаженый больше, у него инициатива 213, у него 285, то есть он будет ходить долгое время раньше. Блин, он даже до этой штуки успеет дойти раньше. Ну, давайте попробуем вот так вот взять. У меня потом захват будет, я смогу очки обучения потратить и, в принципе, смогу с двух сторон попытаться этот форт проатаковать. Давайте попробуем. Так, он пока что ничего не делает, ну и фиг с тобой, золотая рыбка, я особо окривляться не буду. Значит, ты-то, чувак, само собой заходишь сюда, а я захожу сюда. У меня здесь пока что доступно для обучения. Мало чуваков. Форт захвачен? Форт захвачен. А почему у меня количество юнитов? А, у меня два форта и два юнита. Ага. Фига я тогда этот форт занимал? Не, подожди. Количество фортов для создания юнитов. У меня должно быть три форта. У меня должно быть три юнита. Странно, я этого не понимаю, но ладно. Сюда заходим вот так вот, без разницы. Так. Спрос приказов. Сюда заходим, сюда, сюда. Сюда заходим, сюда, сюда. Вообще никаких проблем. По количеству, по количеству замков попытаемся напиши, что ты играешь во что-то. Он вообще из дома создал этого чувака. Это понятное дело, идем сюда. Это он хочет занять эту штуку и, в принципе, займет. Я даже особо париться не буду. Пойдем пилотировать сюда. Он, правда, сможет атаковать нас с двух сторон. А мы сможем вообще в столицу зайти. Если он пойдет атаковать вот этим и вот этим на этот форт, который я собираюсь занять в ближайшее время, то этот чувак пропилотирует столицу. Тупо. Когда я с К2 обещал сыграть до релиза? Пока не ясно, но сыграю. Другое дело, что у меня тоже форт остается без прикрышки. Не, ну у меня эта штука захватится, я должен смочь доп-юнитов замутить. Так, ну вроде пока хорошо. Здрасте, здорово. Здорово, 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 ребят. Так, ну он занимает форт, тут даже особо думать не приходится. Ага, он укрепляет этот форт, все очень просто. Ну, пошли, вот так вот. Думаю, что потрачу время на этот форт. Потрачу, потрачу, потрачу. Так, захват два хода, захват три хода. Обучить я ничего не могу. Да я не пойму, вот красная, красная это он или не он? Подожди, это же мое, моя фигня. У меня количество фортов для создания юнитов, три штуки. Он мне скоро захватит вот этот форт, и почему у меня три штуки? У них нифига не три штуки. Или вот этот форт считается тоже. У него сколько? У него два штуки, два форта. Его форты сейчас это вот этот. Ага, да, все правильно. У него два юнита и два форта. У меня три юнита и два форта. Судя по всему, им надо постоять еще немного, чтобы стать моими. Так, а чего время на тот верхний форт не потратил? На какой? Вот на этот я потратил. Он мой становится. Так, ты идешь сюда, ты заходишь, возвращаешься в лес. Вообще на пофигу. Или подожди, или пока остаешься. Или пока остаешься. Не, я бы дальше в лес пошел. Нафиг оставаться. Погнали дальше. Он же может пойти дальше. Нет, он хочет вернуться. Не, ну это немного глупо, потому что, ну, я буду перезахват делать. Наш чувак идет, минуя форт, сразу сюда. Ну, пофигу, я остановлюсь сюда. Ты на столицу тоже идешь укреплять. Просто он, он хочет зайти в форт. Это вообще для меня не страшно, совершенно никак. Я сейчас могу двумя юнитами попытаться протоковать столицу. Я могу что-нибудь здесь побучить? Нет, у меня ничего пока не будет. Ну все, да, у меня все хорошо. Единственное, что я хочу этим чуваком, а нет, я ему пока ничего не хочу изучать. Я этим чуваком тоже ничего не хочу. Я просто пилотирую пока что. Просто пилотируем. Ты можешь еще одного построить, не тупи. Где? У меня количество фортов для создания юнитов три штуки, но я не вижу, чтобы я мог кого-то построить. Он гонится за мной. Ну и хорошо, гонись на здоровье. Просто вообще, но проблема, братан. Все, ну то есть, это, ага, вот, доступно для обучения один. Делаем фаер мага. Фаер маг уходит поздно, пипец. Ну ладно, делаем фаер мага, стягиваем его сюда же. Обучаем здесь фаер мага. Здорово всем. Блин, а что так сложно? Может, ты, может, был, сыграешь? Все в порядке. Делаем фаер мага, этими пилотируем сюда. Фаер маг у нас идет за... Отбирать эти форты, мало ли, что-нибудь произойдет. в принципе страшного. Потому что фартов, то у него сейчас поболее, чем у меня. Да, это вот его как раз таки стата. Это вот моя. Нет, я, блин, понять не могу. Вот это мой. Вот это пока мой скоро перестанет быть моим. Прикольная штука. Так, какой, кстати, воин ходит раньше? Мой или его? Ой, блин. Мой, мой воин ходит позже. Интересно, он сможет догонять меня тогда? Не знаю, поглядим. Надеюсь, нет. Он меня сейчас будет месить, гад. Мне по щам дает. Да, он мне дает обилкой очень бобо. Очень бобожно. А я начинаю, захожу в этот, просто захожу в эту штуку. Этот чувак тоже заходит сюда. Мы просто укрепляем дальше форт. Возможно, даже лучником мы отойдем назад, а этим чуваком мы зайдем вперед. Фаермаг, где мой? Вот он мой фаермаг. Фаермаг идет сюда. Фаермага можно что хочешь творить, на самом деле. Так, эта штука захватывается мной. Так, не, подождите, ни что хочешь можно творить. Суть игры в чем? Взять столицу или перебить все форты? И взять столицу. Взять столицу. Столица захватывается 7 дней, то есть надо сейчас долго будет здесь халдить. Но, если я буду стоять в столице, то по сути два в два я должен потащить буду. Плюс ко всему, я побегу фаермагом, то есть фаермаг должен будет в ближайшее время типа, типа дело сделать доброе. В принципе, в принципе, если учитывая, что, значит смотрите, сброс приказов, мы можем зайти сюда и сразу огненной стрелой ударить сюда. Видите? Он в любом случае бежит за мной. То есть он сейчас влетит хорошо. Этот чувак пока не делает ничего. Фаермаг дует. Здесь доступен для обучения оживление 0. Ну, оживление у меня пока еще никто не умирал. Тут фишка за что? Тут фишка в том, о, он пошел за мной. Ой, он фаермага, короче, в самом конце поставил. Fuck my life. Все не так радужно, короче. А-а-а! Я не знал, что тут все так плохо будет. Он меня завел в ловушку, негодяй. Так, ребята, вы поняли, что произошло? Все очень плохо. Все очень плохо. Ха-ха-ха. О, хитрый жупел мирового империализма. Ладно. Это, кстати, мною захватывается. А это им, да? Упс! Не видя, не даром игра называется «Гений тактики». Видимо, ты очень, ты очень не гений. Это трап. Черт. Не, кто думал, где его третий юнит? Косичок слушал, Косичокс. Так. Ну, надо пилотировать отсюда к чертям собачьим. Мне здесь вообще ловить нечего. Ага, тут вообще все плохо. Кстати, мой чувак ходит первым или вторым? Зафокусить его, пока он в фарте, у меня, по сути, не получится вообще никак. Так что, надо просто удирать, пока, пока удирается. Ну да, попробуем валить. Он, правда, будет там мне вваливать в затылок, но многоходовочка. Подвинь строку, твою стату не видно. Разве моя справа? Нет, моя не справа, моя слева. Его статы не видно. Так, в принципе, этот пилотирует, занимает просто точки контрольные. А у меня, типа, время кончилось? Ах ты ж, хитрый, хитрец, как на дама желто-больно. Этот вообще возвращается. Этот сделал ловушку сюда на землю. О, это слабенько. Так, ты будешь... А, ты явно не... О, ты у нас инициативный, правильно? Там, 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 там. вот ты инициативный, ты сможешь занять раньше. Да, ты инициативный. А ты можешь как раз-таки, знаете что, сброс приказов, ты можешь пока что вообще вот так пойти. Вот это норма будет, по-моему. Нормасик, просто нормасик. С тобой все ясно, ты занимаешь просто город. Город-город-городишко. С пиромантом мы улучшаем метеоритный дождь. Это, я знаю, половина пассивная 4-я генерация мана. Это прикольная штука, но нафиг не нужно. Вот эта штука очень... Эта штука очень много наносит. Звучит способность. С тобой все ясно. С тобой тоже все ясно. Фишка в том, чтобы я просто лучником подтянулся раньше. Хотя, возможно, я вообще должен буду сидеть. Качая стрелы магу и воину. А, ну это-то, да. Это потом, когда я билками начну пользоваться, тогда начну. Здесь удар щитом, конечно, удар щитом это и стан, и вообще кайфулечка. Так, по фортам, по фортам мы вообще пока что выигрываем. Другое дело, что у нас пробитые юниты и мне что-то страшновато. Ну ладно, давайте так пока. ВОУ! Ну слушай, у меня все не так уж и плохо. Файермаг пошел сюда. С тобой все понятно, ты заходишь в крепость первой. С тобой если лучник, если лучник сейчас пойдет сюда, то лучник сейчас, лучник сюда не успеет дойти раньше файермага. Поэтому файермаг возвращается. Ты пилотируй столицу, если такое дело. вообще хорошо. И автоматически шилдбэш тебе по пути. А не, подожди, если я скажу сюда, оставлю этот чувак останется здесь. Хотя нормально, пусть я и будет. Шикарно! В этот, в этот, в этот форт мы успеваем раньше. В этот форт мы успеваем раньше. Этот чувак успевает укрепить эту зону так. Здесь вообще пилотирование начинается. По идее, я вообще просто красавчик. Где у меня... Я могу что-нибудь обучить? Нет, обучить ничего не могу. Все, погнали дальше. Он вообще так пошел. Здесь получает наш лучник. На тебе в ответочку. Нет, кстати, он думает, что я этот форт буду захватывать. я ему дал ашилд этот. Так, маг. Лучник, говнючок, собирается нам попаскудить. А когда... А куда я могу сделать этот... Слушай, так... А я же этим бойцом раскатаю мага же, будь здоров. Правильно? Если он не собирается вообще ничего делать. Сброс приказов. Если он не собирается здесь ничего захватывать. И здесь охраняет этот форт. Маг банально... Он оглушен. Здесь правда сейчас бобо будет. здесь вот сюда выстрел. Маг идет помогать. В эту штуку мы не идем, но мне зачем становится. Здорово, гнуми. Спасибо тебе большое, бро, за ресап. Вот тебе, брофистища. И обнимашки, конечно же, родной. Вот, короче, здесь переходим. Блин, а у меня выставлено сабалерт. Сабз. Скажите, пожалуйста, вы на экране... А, да, вы все на экране видите. Спасибо. Здорово, Михаэль. Вот, короче, слушайте, пойдем дальше, пойдем дальше по этой штуке. Этого чувака мы вообще должны один в один размотать, вообще никаких проблем не должно быть. Уверен, что не хотите заказать новые юниты в одном из своих фортов. Конечно, хочу. Какой мой форт? Вот в этом форте или вот в этом форте? Вот в этом форте можно сделать еще одного фаермага. Пусть он приходит сюда и заливает все огнем. Фаермаги, по-моему, самые жирные. Они, они, короче, по-моему, какой-то безумный урон. Попробуем. Блин, она сейчас мне размансует все здесь. А этот чувак вообще пропускает. Так, где этот фаермаг идет сюда? Этот фаермаг идет сюда? Здесь мы вообще заходим в форт. Мы можем зайти в форт? Он заказал построить юниту дополнительного? У него фортов не должно быть. У меня сейчас пять фортов. Раз, два, три, четыре, пять. У него сейчас фортов раз, два, блин, три. Но это через некоторое время. Я в этом форте уже побывал? Да, это захват мною через один ход. и этот форт захватывается мной через один ход. Это же, это же оба моих форта будут сейчас. Так, ты спокойнейшим образом от веточки просто кидаешь во врага. Хотя, по-моему, можно просто ничего не делать, да? Улучшить. Что у меня здесь есть? Защитить способность антимагия. Применять способности два хода. Или перезарядка пять ходов. Не, в болото. Лучше разные обилки иметь. Сейчас я сюда антимагию запихну. Здесь все понятно, здесь все понятно. Здесь тоже все понятно, мы идем укреплять этот форт. уверен, что хотите потратить очки действия юнита. Ну, знаешь, мы можем, садись, сбросить, сбросить, а потом проатаковать вот сюда. Хотя нет, подожди, ты же просто зайди и просто ничего не делай. Да. Я же хожу в любом случае раньше, чем... Ага, вот он перебав фарта. О, кстати, здесь я ошибся, здесь надо было вот сюда кидать. Вообще, тут такую штуку. ой, здесь трапа. И долго она дотать будет интересно. Ага, он еще одного чувака повесил. Так, все, нехорошо, а сейчас мне будут стрелять по щам. Этот чувак как пойдет через верх или через низ? Через низ обходить будет, пипец. Так что, скорее всего, он пойдет через верх, поэтому я вот сюда просто метеоритный дождь. И тобой тоже. Слушай, какое гениальное заклинание. Какое гениальное заклинание. Я даже не догадался. Подожди, сброс приказа. Вот так вот и сюда метеоритный дождь. Даже нет, даже не сюда. Даже я дойду сюда и сюда метеоритный дождь. Вот вообще, ну разве это не мечта? Ты... Просто у тебя даже ничего нету. Ты мутишь какую-то непонятную фигулину на Рагулине. Ты уходи. Ты уходи, потому что тебе... Тебе будет плохо. Ты не сможешь с 70 ходов отстоять в столице. Как бы я этого не захотел. Так, с тобой всё ясно. С тобой всё ясно. С тобой... Ты просто стоишь как можно дольше. Ты ничего не делая... Ничего не делая, у тебя всё будет хорошо. Обучить я пока никого не могу. У меня ещё пока что так же. Обратно в этого стрельнул. Смотрите, как он свалил-то, интересно. По-троим! Господи, как сладенько-то! И этот по-троим! Господи, как же сладенько! Ой! Ой! Ёпарас, это он захватил эту штуку. Так, здесь... Я просто захожу в эту штуку, потому что я фаермагом должен успеть так мало продамажить. И здесь, в принципе, я тоже просто отвечаю ему по щам. Кстати, столицу ему надо защитить. Иначе я его убью. Оживить. Доступно для оживления ноль. Я пока что... Число ходов до возможности создать унии до перезарядки создания. Четыре хода, два на два союзника. Ага. Я пока еще не могу резнуть. Да, вот это имба. Здравствуй. А на чего название игры на стриме не выставил? Разве не выставил? По-моему, у меня на туче все хорошо. Ладно, в любом случае, этот чувак проносит этот форт. Этот чувак один защищает этот форт. Этот чувак как бы пытается пронести пираманта. На деле, на деле, у воина даже неплохо все будет. Хотя, подожди, у воина этот самый последний ходит. Пипец, он так огребает. Он так огребает, ребятки. Он, скорее всего, сейчас здесь сдохнет уже. Он, по идее, не передамажит пираманта, потому что пирамант просто носит столько же урона. Да, слушайте, он никак не передамажит пираманта. Хаб очередной из хода распределяется с такими нюансами. Первыми ходят лучники, последними ходят милишники и раненые. Не прокачивайся в конце хода, оставь прокачку до следующей атаки. Это может пригодиться для вариантов атаки. Да, мне тоже... Ну, это я знаю. Чем меньше у юнита здоровья, тем меньше у него инициатива. Базовая инициатива у них есть, и она в процентном соотношении падает. То есть, грубо говоря, фаермаги самые медленные, но, как видите, они зато вон могут наш лакоса на камень делать. Так, хорошо. Погнали, погнали. Этот чувак, на самом деле, сейчас отчалит. Учитывая, что... Да не-не-не, попытаемся вот так вот. Может быть, он попытается свою столицу обратно отхватить. Ему в любом случае надо... Ты собираешься целый день в это играть? Еп. Ага, он даже особо не парится. Это я просто... Ой, ловушка, это... Ой, ловушка, это я не подумал, на самом деле, надо... Ой, как мало дамагии. Ой, как мало дамагии. Вот этот чувак сейчас отчалит. Давай-ка сюда, сюда. И при этом мы включим шилдбэш. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сброс приказов. Ты... Не-не-не-не-не-не-не, просто... Надо валить отсюда, выйти с этой точки, она очень страшная. Он, само собой, возвращается обратно на свою территорию. Здесь попытаемся проатаковать сюда, я не знаю, он уже что-то попытается предпринять. Я вот понять не могу, как правильный сброс приказов улучшить. Хороший пиромант, качанный. Блин, у него второй пиромант уже есть. И третий лучник. Господи, какие же вы живучие, говнюки. Так, с тобой-то все понятно, ты захватываешь эту штуку, и урон 21 убьет. Он, кстати, поскольку уходит раньше, он его убьет без затрышки. Так, не-не-не, я ему чувака убил. Чувака убил, чувака убил. Этот чувак мне, правда, тоже умрет. И лучник у меня уже мертвый. Я, короче, трачу своих юнитов похуже, конечно, но зато захватываю реально лучше. Ты против Бода играешь? Нет, это адвокат Уздэй. Явно, кстати, какой-нибудь из наших зрителей, потому что... Так... Ну да, давай стоять на месте. Я не очень понимаю, правда, как правильно здесь атаковать. Здесь чувак сейчас умрет. Просто пипец. Ух ты, как больно-то задамажил обилкой. Так, этот проходит сюда. Этот получил обилку. Отчего ему грустно. И он ходит уже пятый, и этот чувак ходит вторым. У меня доступны для оживления двое. Я могу оживить лучника. Поэтому здесь, в этом форте, по-моему, никого оживлять вообще не надо. Хотя можно и оживить. Кого бы он, милишника или лучника оживлять? У меня очки обучения тоже есть. Я могу снова фаермага... Фаермага заюзать. А вернуться на его главный форт не имеет смысла? Фаермагом нет. Он будет лучником это делать. И он должен вернуться в течение четырех ходов в свой главный форт, иначе ему жопа. Так, кстати, этот... А, ну да, ты идешь захватывать. Все как... Все как полагается. Блин. Я вот думаю, мне лучники на самом деле не очень нравятся. Может быть, нафиг лучника. Урон 20, защита 4, инициатива 3. То есть, не, ну зато не первый ходит. Он же не будет фаермагом ходить. Хотя он может, знаете что? Он может реально задумать такую штуку, как походить фаермагом, и тогда я лучником просто успею этот форт отжать. Ну, вполне тогда. У меня три юнита, все хорошо. Фортов форты почти все мои. Ты... Я вот не знаю, как правильно этим чуваком ходить. Наверное, вот так вот. Типа, чтобы он свою атаку не профейлил. Хотя, если он бездействует в форте, то он регенит. Я бы, если у меня память не изменяет. Привет, как игра, не слишком ли ты для нее туповат? Оскорбляй, оскорбляй. Я люблю оскорбления. Ты же знаешь. У меня пока что 100% венрейт. Так, это просто обычная атака. И он получает в ответочку. Достаточно серьезную. Ага, вот. Вот оно что. Он вообще пошел через лес. Это, мягко говоря, триндец, на самом деле. Чувак, ему, кстати, еще вернуться надо. Да, этот пирамант у меня, кстати, очень крутого левела. Это так же я делаю. Перезарядка один ход. Поджигает клетку на три хода. Он будет прижать любого, стоящего на нем каждый ход. Поджог уровень 0. Хорошая, кстати, обилка. А ты мне профи сдал или я чего пропустил? А ты переподписался, братан? Или я чего-то пропустил? Так, значит, здесь все просто. Этот чувак идет сюда. Здесь мы, я не знаю, есть ли смысл нам сюда атаковать. Он походит, кстати, вторым. Я, если на то пошло, вообще могу занять его. Да, я займу его просто дом. Он же сюда будет пару дней идти. Я вот эту штуку сейчас заберу. Ты просто стоишь, ничего не делаешь. А хотя нет, подожди, улучшить? У тебя тоже есть метка, братан? Это супер. Делаем поджог. Делаем поджог. И поджог просто сразу нагло под этого чувака. Вешаем. Ну почему нет? Нам особо кривляться не стоит. Или нам лучше не юзать. Фиг знает. Здесь тоже поджог. Реген мана мне не нужен. Пироман второго левела. Лучник второго левела. Все хорошо. Да, идем отсюда. Переходим. Да, он возвращается в свою эту штуку. Здесь мы захватываем эту штуку. Здесь мы огребаем. Он делает поджог. Лол. Поджог. Мы захватываем эту штуку. Халява. Здесь мы огребли раньше времени. Делаем поджог под него. Странно, что я этого на прошлом ходу не сделал. Здесь идем укреплять этого чувака. Он вернул свою столицу обратно. Сейчас будет за несколько ходов пытаться отбить вот эти важные пункты. Здесь поджог есть. Пироман стоит. Хилиц оживет. Он, кстати, скорее всего уже подохнет, к сожалению. Входит мега последний. Поэтому его сейчас резать придется. Но этого чувака, этого чувака мы, по идее, имеем возможность просто выбить сами. Потом. Да. Здесь же все верно. Да, здесь все верно. Да, да. Здесь ничего даже и не надо. Погнали дальше. Поставь черно-белый фильтр, нам слишком весело. Возвращается обратно. Ой, этот чувак еще даже до сих пор жив. Офигеть. Захват пару ходов. Да-да, чувак. Чувак, как будто... Как будто этого... Как будто это было не очевидно. Так, смотрите, здесь очень просто все. Мы сюда ходим один... Не-не-не-не, сброс приказов. Сюда ходим один раз и огненной стрелой бьем сюда. Фишка в чем? Фишка в том, чтобы мы... Продамажили его лучника и остались ходить первыми. Тогда таким образом мы в столицу войдем первыми. Ты, ты до сих пор жив, каким чудом я не знаю, но тут есть приятная, приятная особенность. Этот чувак идет сюда, ты идешь, возвращаешься, идешь сюда, возвращаешься. Хотя можно смело поджог... А, нет, поджог не надо тратить. Ты же, кстати, может быть вообще убегать будешь? Да, я же могу проатаковать этого чувака, у него упадет инициатива. А, нет, у меня инициатива 5,5. Ты ходишь в любом случае последний, просто вот вообще. Ты либо живешь, либо не живешь. Значит, с этим все понятно, с этим все понятно, с этим все понятно. Здесь обучения и оживления нету. Да, все в порядке. Здесь, скорее всего, мой пиромант умирает. Здесь проатаковали. Нанесли урон лучнику. Лучник встал в лес, он ходит вторым. И зашел, да, в этот? А почему ты не походил? А, нет, подожди, он походил. Ты ходишь третьим, да? Ты проатак... Атакуешь спокойнейшим образом по этому чуваку. Или я могу просто... Или я могу спокойно метеоритный дождь заюзать. Давайте посмотрим, что за метеоритный дождь у меня будет. Сброс приказов. Сразу метеоритный дождь. Вот так вот. Хорошо? Не, не хорошо. А вот сброс приказов. Метеоритный дождь вот так вот. По всем попадет? Ну, по этим двоим попадет, это хорошо. Хорошо, давай метеоритный дождь сюда. Или я могу метеоритный дождь попозже заюзать. Ведь попозже или не попозже? Вот в чем... Да, попозже я заюзаю лучше метеоритный дождь. У меня, кстати, он второго левела. Хо-хо-хо-хо-хо! Какая грязь! Будем сразу... Будем попозже юзать. Сброс приказов. Да, я его попозже заюзаю. Нет, лучше как можно раньше на когда повесить. Сюда метеоритный дождь сразу. Не глядя. Причем даже мы делаем один ход сюда. Сброс приказов. Один ход сюда, потом метеоритный дождь вот сюда. Какая грязь! Этот чувак на пофиг бежит вперед. Потому что он что? Потому что он должен первым походить. Первым зайти в столицу. И, в принципе, после столицы... Ты можешь что-нибудь делать? Нет, после столицы ты ничего не можешь делать. Здесь у меня умер чувак. У меня, кстати, блин, три чувака. У меня оживление уже работает? Нет, оживление и обучение не работает. Я еще пока слишком мал. Все, хорошо, погнали дальше. Мы зашли в столицу. У нас все хорошо. Так, здесь... Антимагия по этому лучнику сразу. Без урона. И он не может пользоваться обилками. Или антимагию лучше поставить на попозже? Да, антимагию лучше оставить на попозже. А подожди, я вообще изучил? Да, изучил. О! Круто я скинул в скайп ДЛЦ для игры. Посмотри. Окей. Припосмотрю. Спасибо большое, Вадосик, за поддержку от Тиброфист. Тш! И обнимашки. Так, хорошо. Этот чувак какой-то битый-прибитый. Прибитый-битый. Битый-битый-битый-битый-прибитый-битый. Но он не уйдет от этого чувака. Поэтому мы просто бежим-бежим-добиваем. Урон 24 убьет. То есть это было с самого начала очевидно. Мы еще успеем потом вернуться и убить. Этот ходит четвертым, этот ходит первым. Ты первым ходи на здоровье. Ты с преимуществом-с преимуществом. Фигач получнику. Просто дальний бой. Так, нет, подожди. Дальний бой. Дальний бой. Выбиваешь вот эту штуку. Все. Воскрешаки доступны для оживления. Это, кстати, пока что мой форт. Я могу здесь реально сотворить оживление. Чем я, в принципе, и займусь. Здесь оживлю чувака. И он, скорее всего, предотвратит захват Кремля. Правильно? У меня 8 фортов. Ну, у меня вся карта за мной. Я его, по сути, пока что забобрил. Я не понял, тут ходы идут такие, как и в Frozen Synapse. Тут же одновременно? По сути, да. По сути, одновременно. И у нас устраивается линия инициативы справа. То есть, по сути, она относительно пошаговая. Все равно. Это, кстати, очень прикольно, на самом деле. В некотором смысле, это РТС, потому что тебе надо немножко коинфлипнуть и понять, что будет делать твой оппонент. Ну, как коинфлипнуть? Зачастую это не коинфлип, это... Фаермак раздает. Ловушечки всякие непонятные. Чувак, третьего уровня лучник. Хорош! Так, у меня еще пока что перезарядка 7 ходов. Улучшить. Перезарядка 6 ходов. Не, я не хочу, конечно. А-а-а! Я хочу все равно огненную стрелу фигачить, улучшать. Здесь спокойно сразу атака по лучнику. Урон 4. Они друг друга так мило дамажат. Само собой приходит, 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 приходит чувак, наводит порядок. Просто сразу изи катка. Четвертого левела пиромант, четвертого коралл. Я, конечно же, макшу, макшу этот, огненный этот. Так, здесь все сдохли, здесь все форты наши. Укреплять какой-то форт пойдем? Нет. Если он сейчас что-либо предпримет, ему капец. Здесь, здесь, как обычно, куча дамаги. А здесь ты идешь сюда, ты, наверное, передвигаешься сюда на одну... А, подожди, у тебя инициатива ада, у тебя инициатива четвертая. Сброс приказов тогда. Ты заходишь сюда, и после этого делаешь вот сюда, в фаерсторм. Изи, пизи, ле-мансквизи. А ты пока ждешь КД. Напиши уже в названии, что за игра. Почему... Почему вы не знаете, что за игра в названии? Ой, ты обил... обиломастер! На тебе! Я сразу... На тебе! На тебе! Ах, ты ж гад, и меня за... Ладно, это было очевидно. Так. Все равно обилки никакой здесь нету, поэтому просто дальний выстрел по тебе. Урон 2. Здесь... Кстати, о птичках. Ты делаешь поджог сюда. Ты делаешь атаку сюда. И он, если отсюда не уйдет, просто... Просто умрет. Три хода до... До фаерсторма. Интересно, почему же мы не знаем, что за игра? Да, я не знаю. Как бы это так тяжело понять. Наверное, в группе не написано. Блин, да вообще везде должно быть написано. Отстаньте от меня. Так, сейчас подождите. Ладно, реально, вы меня забобрили уже. Так, это не так. Господи, боже мой. Так. Это так? Сейчас. Обождите, пожалуйста. Почему у вас написано... А что у вас? Хапитан... Хапитан... Хапитан гений тактики. Я же... Я же написал название. Почему вам... Почему вам важно знать. Апдейт. Плюс... Плюс чуса supported game. Ну тогда все. Если нету supported game, то что я могу поделать? Если название игры никто не знает, что... Что, что, что... Я-то что? Я-то что, ребята? Так, с этим все понятно. С этим все понятно. С этим все понятно. У меня три юнита. Я, в принципе, походил, отдал ход. Алекс. Алекс. Ах ты хитрый хитрец. Поглядите, что он удумал. Смотрите, какой молодец. Реально неплох. Сразу же в этот ход я получил. Ты же понимаешь то, что тебе нельзя сейчас... Так, ты идешь сюда. Ты стреляешь вот сюда. Ты... Пятым ходишь. Поэтому пока что ходишь, наверное, вот сюда просто. Да, ничего больше не делаешь. Возвращаешься обратно. Блин, пироман четвертого левела. Ей, просто. Это какой же ты жесткий тип. Ты же только что сделал, да? Плавушку. Да, сделал. Мне осталось четыре хода поставить у Капитоля, и тогда я его... Маба хотя бы свою музыку запилишь. Да, нормально и так. Если кто-то что хочет поставить, успокойно ставят. У нас сегодня донат открыт. Можно ставить музыку, все дела. Донейшин Алёртс тоже работает. Привет, я только что пришел. Скажи название игры. Гений тактики. Если хотите, практически всегда есть возможность сыграть со мной. Ну, нет, на самом деле, тут я лукавлю. Очень-очень длинные партии пока что получаются. Тяжело будет всем сыграть со мной. На тебе по щам. О, Сайленс накинул. Да, пожалуйста, я рукой собирался драться. Так, вот тебе Сайленс. Нет, подожди. Врагам применять способности, да? Да, хорошо. У нас здесь пока что способности мы не можем применять. Мы ходим третьи. Здесь мы ходим пятые. Тоже ничего не делаем. Боль, дальний бой, дальность 2. Вот так вот просто выстрелю сюда. В случае чего, если на этой клетке кто-то будет, мы его продамажим. Потому что мы что, правильно, мы хитрецы. Так, а наш друг думает. Друг думает. Пытается. Осознает. Возвращается обратно. Дамажит. На тебе огнем. Ага. Вот оно что. И-и-и-и-и. Эль. Эль нахлобучи-и-и-и-и-и-и-и-о. Вот так вот тебе раз. И здесь горение. Вот сюда два. Ты, ты... И тут огонь. Сюда три. В радиусе одной клетки от цели. Сброс приказов. Не сюда. А, у тебя уже пошёл третий левел. Вот сюда, тогда сюда. Вот так вот просто. Или на хлобучинью. О, блин, правда ты не походишь уже. Ну, это уже совсем другая история. А ты тогда сброс приказов. Ты же ходишь вторым. Сброс приказов. Сброс, сброс, сброс приказов. Ты заходишь сюда, в эту клетку. И вот сюда или на хлобучинью делаешь. Ты же можешь... Ты же можешь накрыть всех дождём из мужиков. Дождь из мужиков. Не, давай так. Смотри, сброс приказов. Ты если... Он бьёт френдли фаером, я так и не понял. Если да, то давай тогда вот так вот сделаем. А здесь горение сюда пока что просто. Да, хорошо. Ты молодец. Ты молодец. Ты молодец. Ты стой на месте. Это, кстати, вражеский этот. Вражеский этот. Вот поэтому я пиромантом не просто пойду горение кину. Я подойду вниз и вот отсюда кину горение. Когда ты уже там победишь или проиграешь? Какая долгая катка? Следи за игрой. Вы уверены, что не хотите создать нового юнита в фартах? Кого я могу резнуть? Либо первого солдата могу сделать. Первого солдата могу сделать. Ультрамагеддон. Ещё одного пироманта, по-моему, надо делать. Ну, может быть, я потом в этом фарте сделаю. Да, я в этом фарте потом сделаю. Я пока что хочу пропустить. Да, я уверен. Так. Он добивает моего лучника. Нет, ещё пока не добивает. А мой чувак, кстати, зайдёт внутрь? Не, а не зайдёт. Так, а чё ты делаешь, чувак? Я захожу в этот фартецкий. Мой супер пиромант четвёртого, пятого левела улучшить. Армагеддон! Катаклизм! Перезарядка шесть ходов. Изучить ультецкий. Сразу заюзать ультецкий. Всё. Сейчас вообще нахлобучит. Ты стреляй в этого чувака. Изи. Изи-пызи. А здесь спокойно оживляем первого левела чувака. Всё, смотрите, 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 смотрите. Армагеддон, где Армагеддон? Он стреляет в этого чувака. А я делаю. Шиш-авача. Шиш-авача. Изи. Под моего супер архимага трапу повесил. Изи. Изи, вы победили. Изи. Изи, просто изи. Так, я уже, кстати, могу себе позволить какого-то говнючка. Значит, улучшение. Я могу купить. Тёмный маг умеет поднимать павших воинов в виде скелетов, проклинать врагов, ослабляя их, перемещать противников в ловушке. Ульт кройдёт рожеское здоровье по всей карте и дарует его союзникам. Хорош ульт. Скрытный и смертоносный воин, атакующий из тени, может получить пассивную невидимость и появляется только в момент атаки и сильно бьёт врагов со спины. Телепортируется ульт, парализующий и отравляющий удар. Урон 25, защита 4, инициатива 200. Урон 27. Боец, питающийся болью врагов. О, это я, ребят. Боец, питающийся болью врагов, может получить повышение инициативы, если рядом есть раненые, а жестокий удар позволяет сильнее повредить раненого. Атакую восстанавливает жизнь, и ульт позволяет создавать новых вампиров. Ё, просто-то. Инициатива 130. Не, но урон у него хороший. Ты питаешься нашей болью, играя в это. Нет. Так, я не знаю, кого здесь изучить. Кто ассасин в инвизии может втихаря захватить столицу? А если противник это проморгает, то изъявит. Так в смысле же значит проморгает? Как можно не заметить, что у тебя забирают столицу, братан? Что это за нонсенс вообще? Давайте поиграем еще с чуваками, чтобы нам стало понятно, что вообще делать. Каких хюнь... Ну ладно, хорошо, давайте, 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 давайте голосовалка. Голосовалка, ребят. Так, где там? Значит, здесь... Пол.ру Где пол.ру? Пол.ру Ты вампир-демон. Значит, кого берем? Кого покупаем? Кого покупаем? Вамп. Ассасинчик. Конечно же. И... Некр. Так. Кто кому неинтересно участвовать в голосовании, я... Вот. Даже не участвуйте на здоровье, что я могу поделать. Так, а почему у меня это вообще здесь? Так. Та-та-та-та-та-та-та. Так. В каждый чатик полетело. Так, хорошо. Протест на голосование победил кандидат игра отстой. Ну, в смысле? Дорогой мой друг, эта игра... Закормит меня. Понимаешь, кормит. Посему все так, как есть. Как по мне, она... Как по мне, так она достаточно прикольная. У нас... Некоторое время назад... Хитяра меньше собирал. Вот. Так. Изи вампин го. Да? Да где? Где-где-где-где-где-где? Где изи вампин? Блин, у меня... У меня голосование скинулось. Фак. Так, ладно, сейчас я его найду. Ассасинчик. Да, ассасинчик. Я тоже... Тоже вспомнил ассасинчика. Так, а где... Блин, я... Блин, голосование потерял. Ребята, скиньте мне ссоточку. Голосование. Я такой Василий. Так, ладно. Может быть, на Твиче она сохранилась. На Твиче я тоже убежал наверх. А, вот, на СКДТВ они должны... Вот, да. Вижу. Так, я голосую за вампу, ассасинчика Некра. Я голосую за Некра, конечно. Вампы Зивин. Хорошо, ладно. Улучшение. Купить вампира. Вы уверены, что хотите сделать покупку? Внимание, отменить покупку будет невозможно. Любой винт в игре может быть изменен при последствии к обновлению для улучшения и сохранения баланса в игре. Купить. Куплена. Сколько стоит? Тысяча... Цена покупки тысяча монет. Тысяча? Господи, боже мой. Откуда у меня такие? У меня 36 монет. Мне надо тысяча. Так, игра один на один. Сейчас пойдем экспериментировать с вампирами. Скайп-чек не пишет витамин 86. Так, дорогие друзья, кому хочется иметь возможность с нами поиграть и просто в эту игру поиграть, вот ссылочка пошла в каждый чатик. Также, также мне Саша ключ в стиме для DLC, чтобы получить монеты сразу и купить всех юнитов. Это слишком простой вариант. Нас это не интересует. Нас не интересуют все юниты. Так, мы сразу хотим экспериментировать с вампосом. Боец, питающийся бой, может получить повышение инициативы, если рядом есть раненые, а жестокий удар позволяет сильнее нам повредить раненого. Атаку его становится жизнью. Ульт позволяет создавать новых вампиров. У него инициатива 130. То есть он быстрее солдата, но медленнее... Быстрее солдата, но медленнее... Чем лучник. Походу, солдата он вообще один в один убивает. Подождите, он вряд ли убивает один в один солдата. Это глупо. Один в один солдата никто не должен убивать. Ульт мощнейший удар по единичной цели. Да, я думаю, больше не верю, что солдат его, будь здоров, разваливает. Ну ладно, давайте начнем по классике. Начнем с просто лукаря, который просто быстро... Который быстро нам захватит. Против кого играем-то, кстати? Мы играем с Сир Лайнхард. Рейтинг 8! 8, ребята! 8, коралл рейтинг! Господи! Этот убийца уже 8 убийств совершил. Так. Че у нас за карта, кстати, я не посмотрел. Ой, какая она... Он, кстати, солдата начал. Это днищенство. Сразу видно, слабый игрок. Так, давайте прикинем наше пилотирование. Он явное дело... Пойти может... Ну, может пойти двумя путями, ближайший путь вниз. Я бы тогда пошел по пути... Я бы тогда пошел... Не, ну, этот форт мы первым захватываем. Посмотрим там вот это... Если эти камешки, через которые переходить нельзя... То тогда дальше мы пойдем по... Вот этому пути. Через перешейчик. Да. Погнали пока. Восьмой рейтинг вот задрот. Ну, рили. Так, все, он пошел по этой штуке. На самом деле, надо смотреть. Так, здесь... А, я уже заранее. Я первый решаю, куда я сверну. Здесь, кстати, холмик. Холмик. А холмик такая штука, что я захожу сюда. Раз, два. Раз, два. Раз, раз, два. Ага, понятно. Грустно. Грустно, грустно, грустно. Выросла... Как устно. Так, ну подожди. Если я пойду занимать вот эту линию, я ее займу раньше. Просто раньше. Просто раньше. Туп-туп-туп-тупо, барак. Да, я ее займу раньше. Поэтому погнали дальше. Все в порядке. Так, здесь захват трехода. Здесь он пошел в лес. В какой-то непонятный. Сюда... Он пойдет в этот замок, потому что в этот замок ему идти без перспективняк. Он занимает его за... Я занимаю свой заход. Он занимает заход. Я иду сюда заход. Он заходит сюда. Возможно, даст нам пощем. Но я все равно, поскольку у меня инициатива будет мать-мущая, я впервые дойду до этого замка. Поэтому я делаю вот так вот. Раз, два. Это захватывается. Дальше думать не приходится. Изи. Изи. Изи-пизи, лемон-сквизи. Ты дал отца звезу, который тебе дали? Нет. Я не буду сейчас просто сворачивать стиму и все заново проходить. Это просто ни к чему. Поскольку у меня более инициативный юнит, я просто отбегу до этого замка быстрее. И тем самым буду просто чувствовать себя в кайфушечке. Пока перки никакие тратить не будем, захват пару ходов осталось, поэтому просто идем дальше. Это же два холмика, поэтому он просто заходит сюда и идет в болото. И он, правда, может захватить вот эту штуку. Нам особо не интересно, мы тоже захватываем. И сюда он уже не пойдет, потому что мы его выбьем. А здесь мы сможем потом занимать далее. И погнали дальше. Капитан гений тактики, ошибка рыбка, трансэзер, красно, хирусов, варкрафт. Выруби. Нет, я не могу этого сделать. Ой, он вообще фигулиной на рагуле не занялся. Да, здесь пропуск. Здесь захватывается эта штука. Ну, у него будет временное преимущество, но оно, по идее, вообще ничего не даст обучить бойца. Давайте возьмем заведомо более медленного и вполне себе мощного чувака. А именно пираманта. Или снова возьмем лучника второго и просто полетим занимать центральные эти штуки. Он, кстати, солдатом нас не прожмет в случае чего. Давай огненного поставим. Кто тебя заставил это сделать, скажи, если... Ой, боже, ребят. Расслабьте, расслабьте ягодицы. Так, здесь сделаем. Это было ожидаемо. Сразу... Сразу изучаем фаер... Фаерсторм. И сразу кладем его... Так как угодно клади, все равно попадешь. Я вот, кстати, не знаю, бьет он по своим или нет. По-моему, бьет. Посему я положу его вот так вот. Блин, так он тоже ударит по своим. Вот так вот положу. Просто приказываю фаерсторм вот сюда. О, просто замечательная ошибка-рыбка произойдет. Хотя, чё мне кодешить фаерсторм? Объясните мне, пожалуйста. Хотя, куда я его в ближайшие пару ходов заюзаю? Нихуда. Да. Это походил, этот походил. Продолжаем. Я понял. Даже вот так вот сюда. Сброс приказов. Мы можем пойти дальше дайвить. Дальше дайвить, дальше дайвить, дальше дайвить. А нам какая разница, мы пойдем сюда? Нет, да, большая разница. Здесь так, так, и я захватываю на следующий ход. Да, это хороший ход, смотрите. Захватываю эту штуку, стою на пригорочек. И теперь захватываю за один ход. Он явно направился нам в цитадель. Кстати, успеет отсюда выйти? Нет, не успеет. И мы поможем лучникам, с лучником выбить этого чувака. Да? Да. А где брофист? Ярко, конечно же. Спасибо тебе большое, бро, за поддержку. У тебя брофистище. Хдш. И обнимашки, родной. Так, здесь, кстати, ожога у меня больше нет, поэтому я пока что хожу так, здесь так. Здесь ему надо в любом случае пройтись по этому чуваку. Здесь идем выбивать обратно нашу столицу. Блин, мне тут пироман, на самом деле, без ловушки. Пироман без ловушки будет долго выбивать этого чувака. Ладно, я лучникам помогу. Лучникам можно, в принципе, в будущее. По своим бьет только поджог. Метеор без френдли фаера. О, нифига, какая халява. Метеор без френдли фаера. Лол, валирую. А вот взорваться при атаке, применяя способности. Лол. Лей. Не вплотную. А чё, почему не вплотную? А, мне вплотную и не надо. Точно, сброс. Чувак вообще гений. Гений тактики. Сразу проатакуем собственный форт. Изи-пизи. Здесь захватываем эту штуку. И пропускаем. Преследует нас, говнюк. Захват 7 ходов. Ага, молодец, сразу вышел. Так, у тебя инициатива 4. У меня инициатива нифига не 4. Так, ты идёшь бесить меня, да? Хорошо. Я иду сюда. Мне надо возвращаться за этим чуваком, к сожалению. Я буду дальше пилотировать. У меня вот 2 солдата, у меня лучник и пиромант. Я, по сути, в большом плюсе. Только, правда, вот эта позиция у него просто сладкая, мягко говоря. Хотя, вот он сейчас, интересно, куда пойдёт. Он, скорее всего, сюда пойдёт. Может быть, я тогда просто сразу начну с тобой драться, братан? Просто если я первый начну драться, у меня же, наверное, даже преимущество будет. Сейчас, что у меня по фортам? Ты захватываешь этот, скорее всего, захватишь этот. У меня вот этот. Вот этот захватится, вот этот. Не, у тебя 2 форта, а у меня 2 форта. Вот этот у нас пока что контестнут, вот этот на отшибе. На этот просто надо наступить. Хотя, по сути, может быть, если я вообще просто забью на это дело. Может, нам надо прямо сейчас в него заходить? Вот в чём вопрос. Есть вариант уходить от форта и потом война засумонить? Я понимаю, я понимаю. Вопрос надо ли нам... У него же 7 ходов, понимаете? Мы можем сейчас попытаться вообще с ним подраться. только надо само собой 1 давайте сойдем обратно он конечно пропилотирует пропилотирует нас но он реально нас пропилотирует может быть пока здесь потусим какая разница здесь потушу то он может потом вернуться в столицу и тогда вы трагедия совсем ладно улучшить выстрел сразу выстрелом эй ой трагедия вышла так у меня уже было лап ошибка рыбка так это плохо я могу выйти только сюда увы и ах ты же ты же понимаешь то что я не это должен идти прямо по прямой да или как нет или нет если я прям под ним под ним ловушку за суммоню это как бы таром может кстати нет нет может забрать у меня два хода и два фарта и два юнита он сейчас эти загонгирует бангирует пироманта так поджог урон 9 а если я просто нет не заброс приказов просто урон 15 чувак он не первым раздал бит так хорошо ладно давайте попробуем сброс приказа дать попробуем поджогом и все не но он же уйдет рано или поздно с ловушки правильно ну все по идее шахмат аметисты у меня здесь смысле мне шахмат я попытаюсь конечно это дело про пройти что не подсказывает что у меня совсем нет шансов потому что он стал у меня в этой в столице и я фиг знаю что делать а та та да у меня время опять ходов я здесь и грибу ой не так не туда я могу заказать какого-то юнита в одном из своих фартов о о жир то какой а почему так этот нейтральный этот мой вот в этом я создаю учитывая что мне надо уешать я наверное создам давайте вампира поэкспериментировать с вампиром хотя наверное самым классным будет этот идут вампира я хочу знаю как он выглядит вау вампир дамажит так касание вампира акте ближний бой атака активно маны 500 вампир сайт сколько урон нанес 28 он еще и уходит вторым здесь подойти и поджог уровень 1 заюзать здесь улучшить первая часть нанесенного урона в свою вносит урон базовому урону плюс один урон за каждый процент для настоящего здоровья цели с 5 базовый урон если на конец битвы на карте есть враг с пониженным процентом здоровья то вампир получает баф на один ход если на конец битвы что значит на конец битвы с пониженным здоровьем то вампир получает баф на один ход он сидит с 90 900 добавляет 25 процентов урона запах крови а типа наконец хода наверно тебя зарашили походу очень похоже на это прикольно и жестокость наносит базовый урон приводит и но это прикольно это бафчик касание вампира приводит а слушание уже урон падает до урон тоже падает и учитывая что я первый атакую то я наверное вот эту штуку заюзаю и сразу на него урон 31 вот так вот мы пытаемся его продамажить мужик а мы первые походим но в любом случае продамажим его 31 здесь мы ходим 5 4 ой лучником забыл походить лучником забыл походить какая трагедия ой ой факт май лайф так этот чувак убегает этот чувак идет вот так вот этот чувак идет вот так вот нет подожди пироманта пироманта второй левел ладно пока ничего не делаем пиромант сброс приказов пиромант идет что-то вроде вот так вот так не главная задача зайти в крепость скоро пироманта а и автоматически атакуя всех подряд ну подожди это я фигню явно сделал с этим с вампиром понятно с лучником понятно да да ты их сейчас размотаешь иди магом столицу да он же сейчас вернется в столицу маг 5 ходит он четвертый четвертом сейчас монтанет обратно в столицу лучник убежал да этот чувак как и предполагалось ты идешь так ты убиваешь этого чувака а ты идешь ты гасишь обоих а есть смысл гасить обоих захват 2 хода гасишь так убьет 25 я его не успею убить да вампир третьего левела уже изучить способность и ниже ли ровно 30 о вот эту штуку сделаем сейчас попытаемся мне в любом случае надо пройти сюда это понятное что это понятно что это ну пробуем что я могу сказать конечно тут файлюра большая захват 2 хода скорее всего он это понятное дело это это 80 процентов здесь либо 8 либо 9 давайте 80 процентов сразу я попробую занести здесь гасим по полной атаки у меня пока что никакой нету пробуем захват 1 ход вот чувствую я сейчас будет жопка мне чувствую мне будет жопка чувствую я просто не успею убить солдата в своей столице вампир ржать ржачный вампир точно ржачный вампир точно ржачный мне нравится вампир ну солдат конечно прикольно начинать правда не солдата конечно сразу инициативу отдаешь пилотировал по стыдно оху нет не ладно солдат жирный Солдат жирный, молодец Он, короче, просто своим кивовым солдатам Просто прошёл всю карту и стал мне в столицу Я сделал пироманта, который медленный Слишком для этого Следующую с вампира начнём Да, давай последующую с вампира начнём, реально Так, ребята, жамкаем один на один Сейчас со мной попадёмся Саша, смени игру, не помилуй подписантов Что значит смени игру, не помилуй подписантов Что ты имеешь ввиду, я не понял Так, ага Я зелёненький Против меня играет товарищ Маузерин Не, подожди, вампир Всё равно проигрывает луч Лукарю А игра вроде норм, мне тоже нравится Она вполне, вполне такая, неплохая Здесь есть где разгуляться Да, начну с Лукаря Лукарь хорош Так, Лукарь Смотрим на карту, думаем, как будем пилотировать Судя по всему, вот так вот так вот сначала попилотируем На ГГ стоит ХС смени Не могу ГГ глупая система Она не продумала тот факт, что игра Которая Есть Не игра, ну, они не дают возможность писать свое название. У них нету в базе данных этой игры, потому что игра новая. Она сейчас находится в Альфе, грубо говоря. Да, но ГГ это не интересует. ГГ не может, чтобы я сам написал ручками. Так что ГГ с вами плохо поступил. Я тут вообще ни при чем. Смени на другое или стим. Так. Смени на другое или стим. Окей. Я, правда, не вижу смысла вообще это делать, потому что, ну... Ой, подожди, это не то. У меня вообще написано, что Hearthstone сейчас. Другое. Другое. Сохранить. О, Хапитан Харстон другое. Вот, изи. Ну, бас. Там есть... Там есть графа стим-игры. Вот это здорово. Я про нее должен чистым чувством догадаться. Интуитивно понятная, хорошо пардуманная глава. Спасибо. Спасибо. Спасибо за счастливое детство, ребят. Так, я, кстати, хожу первый. Он побежал сразу к этому замку. И что я буду делать с этим замком? Слушай, а тут я захвачу в течение двух ходов. И тут, в принципе, я могу пойти вот так вот. И иметь, типа, побольше фартов на пути. Так. Ну ладно, давай пока так. Пойдем вот в эту сторону. Можешь в бегущую сторону поместить с экрана сверху. Та-та-та-та-та-та-та-та. Здесь пока так. Смотрим, что он предпринимает. Он подойдет четыре хода, чтобы захватить только первый ход. Так что... Я бы не сказал, что у него все очень здорово. Какую партию уже играешь? Третью, четвертую где-то так. Он, кстати, сейчас, в принципе, может спокойнейшим образом пострелушку устроить. Как в это поиграть? Ссылочка... Ссылочку дал он. Чуть попозже, ребята, введем этот... Ну, в принципе, это было ожидаемо. Сейчас нас этот негодяй... Так. Улучшник. Он просто сделал выстрел. Улучшить. Огненная стрела. Сразу огненной стрелой сюда. Без зазрения совести. Но проблема, пока он ничего не делает. Хотя он, возможно, налево пойдет. Или ближе на один ход, не знаю. Он же... Вряд ли он пойдет сближаться. Сближаться это совсем нонсенс для него. Так что давай-ка мы сброс приказов и выстрелим огненное стрело вот сюда. Я-то стою на двух фортах. Пока что время работает на меня. То есть, это, конечно... Портал, вот же шок. Вот же шок. Вместо того, чтобы... Да послушай себя сам. Прочитай. Прочитай внимательно свое сообщение. Нет, смотрите-ка, он реально пришел поближе. Офигеть, не встать. Такой ты жупел мирового империализма. Кстати... Кстати... Кстати, а я успею здесь что-нибудь предпринять? Если захват один ход. Я успею захватить вот эту штуку. Слушайте, мне реально страшно стало. Меня что, гений тактики снова обошел? Здорово, мяфчик. Гений тактики меня снова обошел. Захват один ход. Захват два хода. Я за один ход не дохожу, а он доходит. Нет, не успеешь. То есть, я как только... Как только я покину свой пост... То есть, грубо говоря, надо смириться с тем фактом, что он уже пытает, что он уже захватил вот этот форт. Пилотируем. Пилотатор 3000. А я этот ход не захвачу вообще никак. Или да? Сброс приказов. Так, сброс приказов. Тогда идем сюда. Ну, мне придется этот фланг отвоевать. Правда, он уже близко к моей столице находится. Но... Он потратит один ход. Мне останется один. Он не захватит этот. Я смогу здесь солдат хотя бы поставить. Да, это хотя бы что-то. Тем временем подписался Soviet Old School. Спасибо большое, брус, за поддержку. У тебя брофист. Так, я, скорее всего, не буду рисковать. Не буду делать резкий... А, здесь еще и... О, боже. Здесь еще и резкий подъем. То есть сюда я даже быстро не дойду. Ошибка 37. Сброс приказов. Я не знаю, будет ли он думать, что здесь что-то есть. Я об этом сам не думаю. Можешь бегать с другом перенесить посередине экрана. Она мешать не будет. И статы соперника посередине экрана сверху. Нет, она будет мешать, потому что она сделана таким образом. Ты можешь на карте посмотреть, что как у противника, чувак. Я карта все время перед твоими глазами. Ну как сделано, так сделано, чувак. Я не буду менять. Иди в его форт. Здесь сейчас чувак появится. Скорее всего. Даже если не появится. Сколько времени, кстати, надо, чтобы создать чувака? То есть как только форт становится моим, я могу сыграть. Скажи бы так, и свой ВП соло. Нет. Он вообще решил лучника этого мурыжить. Мы ходим вторыми. И занимаем вот эти места просто. Воспитые одами. Здесь у нас обучается... Опущать даже будет вампир. У него, кстати, инициатива тьмать-мущая. Ну как тьмать-мущая? На самом деле нет, не тьмать-мущая. Вампира попробуем. Мы хотели поглядеть на него. Да, вроде как адекватно. Быстрое, правда, решение. В столице заказывают вампа. Зачем в столице? Можно же здесь. Упс. Надо было слушать бота. Ой, сейчас два чувака захватят. Размотают чувака другого. Я занят тут... Заниманием ненужных крепостей мне. Ошибка-рыбка. Окей. Гений из тактики из меня плохой. Тут, кстати, такая ситуация, что он даже своим солдатам вампо первым атакует. Протакует. Это такая трындец боль. Столица, чтобы не захватили. Да, я уже... Я слишком поздно понял это. Надо было вампо, конечно, в другом месте. Ставить. А может быть, даже не вампа. Может быть, даже стоила фаер-мага. Сегодня будет хердстоун. Нуб. Скорее всего, солдат пойдет просто наискосок, поэтому... А, нет, солдат вообще на... Походу, он собирается солдатам помешать захватить эту штуку. Не, ну лучник-то все равно шарахается, так что мне здесь особо... Ничего в голову не приходит. В принципе, может быть, можно сюда-сюда... Нет, нет, нет смысла. Здесь все вот так вот, все просто. По фартам сильно проигрываем, но через пару ходов все это нормализуется. Нет, через пару ходов все это не нормализуется, потому что мне надо проносить вот эту штуку. Свинозавр только что же изменял. Так, давайте еще раз попробуем. Еще раз попробую. Где? Где-где-где-где-где-где? Так, редактировать. Другое. Сохранить. По-другому трансляция. Иная, иная трансляция, ребят. Так, все, все хорошо. Сегодня, да, сегодня только гений тактики. Сколько выиграл? Две пока что выиграл. Одно вчера, пока никто не смотрел. И сегодня одну Первую И сейчас вот уже вторую сливаю Первую прям совсем Предыдущую прям вообще без шансов отлетел И сейчас кстати отлетаю по тому же самому сценарию И пропускаю чувака В свой капитолий Сейчас вампир узнает что такое гэнгбэнг Здесь уходим так Здесь ты ходишь третьим А здесь Чуваки короче мне устроят козью морду Я не отобью себе короче обратно эту штуку А у меня скоро появятся форты И я смогу обучить там чувака Да ведь Сброс приказов Улучшить перевод 40% урона В здоровье Эта штука поможет ему продержаться как можно дольше Да эта штука ему поможет Продержаться как можно дольше Давайте попытаться касание вампира А это пассивка Нифига себе пассивка Ближний бой сюда Заброс приказов Просто ближний бой Вот так вот Полинский Так Это У меня сколько фортов Фортов 2 Через 1 станет 3 Я смогу построить 3 юнита Правильно В стиме пишут что в этой игре есть донат Как он влияет на игру Это скорее всего в будущем будет Так Сейчас пока что нету И по затылку мне На тебе Ну как больно то Так Обучить могу Нет пока не могу Здесь Вот так вот И вот так вот Если он лучше не ко мне сойдет с этой штуки То я Скорее всего Отчалю Да Тут я скорее всего зафейлил Я скорее всего Смогу дойти до его столицы И смогу ее Скорее всего Дойду до столицы И смогу скорее всего Его Тоже поставить на часы Которые он Как бы в принципе Ну На рейнже проиграет Но проблема в том что Сам то я ничего не успею Поэтому Самому то мне осталось 5 ходов Поэтому я скорее всего Умру Сколько тебе заплатил Разраб за стрим этой игры Столько же Сколько сейчас стоит День игры дружище Так он тут думает Что там Пс-пс Контр-Рашстрата Второй юнит Делать в столице Только никому не говори Спасибо братан Блин чувак Ты совершенно прав Второго юнита в столице Делаешь А жизнь Жизнь малина Только почему Чуваки не делают Второго юнита в столице О господи Третий юнит Здесь уже появился Прям тут же Фак май лайф Ой боже Как я нагребал Чувак ли Это чувак Вообще что делает Так у меня доступно Для обучения Один Жалко здесь вот нельзя Ха-ха Ну ребята Ну нормально же Общались Так Обучить Сейчас ты будешь Заливать их фаером Фаером Ливая до слив Они Не просто киберспортивнее Да-да-да Я понимаю Киберспортивнее Майкок Если Если один Огненный Размотает их всех То мне повезет Конечно Но он вряд ли Кого-либо Размотает Реально Очень вряд ли Так Вампир Запарил Бей лучника Лучника Надо убить И зайти в И зайти в замок Покажи папе Любовь Вампир Черт Моя столица У моей столицы За всю игру Побывало Три вражеских Юнита И один мой Ладно Два Пайпал Пайпал Глянь Глянь Пишет Dream My Mouse Окей Dream My Mouse Сейчас зачекирую Как раз таки у нас Передача хода Я могу Так Что такое GPU Тленному стриму Тленную музыку Дубовый Гай Синяя лирика Стрим не тленный Я не знаю Что ты Что ты Блин А сколько Йена У нас Сейчас Равна Йена 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 Рубль Сколько у нас Соотношение Йены К рубля Одна А пол Я понял Хорошо Значит Dream My Mouse 75 рубасов Поддержал Спасибо Dream My Mouse Так Dream My Mouse Сашенька Сашенька Сладенький Как сам Сам норм Да Сам Хорошо Так Смотрите Здесь Наконец-то О чудо Я Занял Так Улучшить Конечно же Firestorm Пока что Мне маги Больше всех нравится Вот же шок Как обычно Маги Больше всех нравится Заливаем Говнючков Огнем Правда Это мне ничего Не даст Это да Это Ливай Это я понимаю Что это Ливай Но я просто Просто набираюсь Набираюсь опыта Блин Ещё Всякие штуки Занимает Реально Рассосался Смотрите Читает Как открытую книгу Уешка Только по двоим Так Иди-ка сюда Братан Давай Осталось Пару ходов Ты сможешь Ладно Нет Это конечно Ливай Но даже Физически Раз Ход Два Ход Три Ход Да Вообще Никак Это Пишем ГГ Выходим Где здесь Написать ГГ Выйти Так вот Вы хотите Сдаться Да Окей Вы сдались Май Читается Как Мия Очень Тленный Стрим Не Нет Не Бузируй Кстати Игра 2 на 2 Поиск противника Вы можете Подарить до нескольких минут Вы услышите сигнал Даже при сорванной игре При задании С поиском противника Можете найти его здесь Не Не Это опасное Опасное кино Между прочим Онлайн до 74 Скакнул Давайте ребята Жмем Жмем Один в один А пока Продолжение следует... Продолжение следует...